МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит и показывает город-герой. Севастопольское информационное бюро. Первые новости города. В студии Маргарита Борисенко. Здравствуйте. Сегодня выпуски. Севастопольским школьникам рассказали о жизни и творчестве детского писателя и автора гимна России Сергея Михалкова. Выставка фотографий под названием «Мы вместе», рассказывающая о событиях русской весны, открылась в Центральной библиотеке имени Льва Толстого. Тыл военного – это семья. В Севастополе для жён участников специальной военной операции организовали весеннюю фотосессию. В аэрокосмическом центре IT-куб «Гагарин» прошёл открытый цифровой урок по радиопланированию для старшеклассников. Первенство Гагаринского района под дзюдо среди 11-12-летних спортсменов прошло в Севастополе. Севастопольские школьники узнали о жизни и творчестве Сергея Михалкова. Очередной урок из цикла «Разговоры о важном» посвятили 110-летию со дня рождения известного детского поэта и писателя, который также стал автором текстов гимнов Советского Союза и современной России. «Россия, любимая наша страна, Могучая воля, Привыка и слава, Твоё настояние На все времена». На протяжении года каждый понедельник в школах Севастополя начинается с исполнения гимна Российской Федерации. Его слова знакомы каждому ребёнку. Но далеко не все до сих пор знали, что их автор известный с ранних лет, создатель строк про дядю Стёпу и 36,5. «Очень интересно узнать, что этот великий человек – это автор нашего гимна, который поём мы каждый понедельник». Сергей Владимирович Михалков прожил поистине долгую и плодотворную жизнь. 96 лет за которые он успел создать множество популярных, всенародно любимых стихов, басен, сценариев. Писатель прошёл Великую Отечественную войну в качестве военного корреспондента. Стал отцом двух кинорежиссёров – Никиты Михалкова и Андрея Кончаловского. Но настоящую славу Михалкову-старшему принесло авторство текстов, государственных гимнов на музыку Александра Александрова, Советского Союза, впервые прозвучавшего 1 января 1944 года, и Российской Федерации с конца декабря 2000-го. Сегодняшний разговор, сегодняшний урок открыл детям как достаточно известное, что он является автором слов нашего гимна, одного из символов нашего великого государства. И в то же время он показывает, как человек великий может быть простым, понятным детям. И вот с самого детства, наверное, они слышат строки его стихов, знают его, а потом узнают что-то новое. Вместе с гимном России на школьных линейках традиционно звучит и гимн Севастополя. Уже на этой неделе наш город вместе с Республикой Крым будет отмечать девятую годовщину воссоединения с Российской Федерацией. В школе номер 19, как и в других учебных заведениях Севастополя, подготовка к этой торжественной дате, которой будет посвящен следующий разговор о важном, уже началась. Выставка фотографий о событиях русской весны под названием «Мы вместе» открылась в Центральной библиотеке имени Льва Николаевича Толстого 13 марта. Экспозицию подготовили по материалам фондов Музея-заповедника «Геройческая оборона» и «Освобождение Севастополя». Зрителям представили восемь стендов с фотографиями и документами. Исторический митинг народной воли. Блокпосты, установленные на въезде в город-герой. Работа вежливых людей. Одно из счастливейших событий весны 2014 года – референдум и неисчислимое количество триколоров, разлетевшихся по всему Севастополю. Фотовыставка «Мы вместе», открывшаяся в библиотеке имени Толстого, возвращает посетителей в исторические дни, участниками и свидетелями которых стали десятки тысяч севастопольцев. Пока украинское государство пыталось как-то цивилизованно существовать, возможно, далеко не все задумывались и далеко не все вставали в сторону борьбы за это. Но когда создавалась ситуация, что мы прекрасно понимали, что к власти в Украине, на Украине, пришли люди, которые, ну, кроме как нацистами их не назовешь, что от таких людей, Севастополя, которые чтит, знают свою историю, Великую Отечественную войну, да, что такое фашизм прекрасно знает, мы понимали, что выход у нас только один – постараться спастись. Хронологию спасения Севастополя с документальной точностью передают фотографии, ведь люди сами фиксировали происходящее в городе. Первыми выставку «Мы вместе» увидели студенты местных колледжей. Автор экспозиции – главный научный сотрудник музея-заповедника героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Никитина. Выставку создали к пятилетию возвращения Севастополя в родную гавань, но она актуальна до сих пор. Для показа широкой аудитории выбрали фотографии, наиболее ярко отражающие каждый из этапов исторического возвращения домой. У меня получилось совершенно случайно встретиться, быть в том месте, когда вежливые люди блокировали погрансоединение Балаклави. Тоже, естественно, достался фотоаппарат. Все, что успелось, что получилось, какие снимки получили, сделали. То же самое флот, когда корабли стояли в пухте для того, чтобы осуществлять защиту рейда, тоже пытались сделать, фотографировать. То есть это то, что просто. Действительно, это фото и видеодокументы. Выставка «Мы вместе» будет экспонироваться в Центральной библиотеке имени Льва Николаевича Толстого до 20 марта. Вход свободный. Маргарита Борисенко, Севинформбюро. В Севастополе для жен военнослужащих организовали весеннюю фотосессию. Для участия в проекте пригласили 10 женщин, которые помогают участникам специальной военной операции и поддерживают своих мужей, отстаивающих интересы Родины. Фотографии напомнят бойцам, какие красавицы с нетерпением ждут их возвращения домой. Макияж, прическа и профессиональная фотосъемка. Эти маленькие женские радости подарили женам участников специальной военной операции из Севастополя. 10 на первый взгляд хрупких, но сильных женщин в скором времени смогут порадовать своих мужей весенними портретами и напомнить, что очень ждут их возвращения домой. В фотопроект организовали сторонники партии «Единая Россия», чтобы отвлечь солдаток от тягот жизни в разлуке с любимыми. Партия не только оказывает помощь военнослужащим и мобилизованным, но и помогает в тылу. Когда узнали о том количестве женщин, которые хотели бы на минутку отвлечься от своих дел, преобразиться, получить такие фотографии, такой подарок, поняли, что однозначно будем эту акцию реализовывать. Скажу, по первому дню съемок, видя счастливые глаза этих женщин, духотворенные, они все действительно очень очаровательные. У нас и молодые девушки участвуют, и женщины постарше есть. Но совершенно точно могу сказать, что все они преображаются в руках визажиста и в объективе фотографа. Поэтому ставим себе целью, задачу охватить как можно больше вот таких желающих, наших милых дам. На плечи жен военнослужащих с началом специальной военной операции легло множество обязанностей. Все они не только воспитывают детей и в одиночку ведут быт, но и всячески помогают фронту. Плетут маскировочные сети, готовят сухие борщи, делают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь. Просто ждать своего мужа – это не плакать, сидеть у окна. Это большая работа. Мы волонтеры, мы обеспечиваем тыл, мы воспитываем детей, решаем какие-то вопросы, задачи. И поэтому это ожидание, конечно, иногда выматывающее. И вот этот глоток воздуха, который позволяет нам вспомнить, что мы девушки прекрасные, красивые, забыть об этой суете, убрать хоть какую-то часть тревоги. И самое главное – по возможности как-то передать эту красоту нашим мужьям и реорганизовать ее, нашу любовь. Мария Батюхнов вносит и творческий вклад в общее дело. Не так давно женщина написала стихотворение «Тыл военного – это семья», строки которого разлетелись по всей стране. Есть в больших городах и в селениях наших, по всей нашей великой стране, женщин нежных, заботливых, славных, жен военных, кому, как и мне, нужно ждать мужа в форме, в погонах, кто вот так же готов, как и я, все отдать, ждать звонков телефонных. «Тыл военного – это семья». Участница фотопроекта Наталья Дубенцева поделилась – быть женой военнослужащего – нелегко. Ее муж – военный врач. С первых дней специальной военной операции на Украине он находится на фронте и спасает жизни бойцов. Семье без мужчины очень трудно. Но Наталья верит – скоро он вернется домой. «У меня трое детей, которые не дают впадать в уныние. Мне, конечно же, сложно без мужа, но мой муж всегда мне говорит, что когда у него дома все хорошо, значит и там он выполнит свою задачу по максимуму. И однажды он нам сказал, я за вас умру, ради вас я буду жить». По словам участниц проекта, весенняя фотосессия помогла им на несколько минут забыть о проблемах и вспомнить о том, что они в первую очередь женщины. «Это шикарный подарок, который выдернул нас из обыденности и поместил в эту сказку. Сегодня мы все вспомнили, что мы женщины просто слабые, красивые, прекрасные, любимые. И самое главное, что мы сможем этими автокарточками порадовать своих мужей». Жены военнослужащих уверены, их задача – создавать уют в доме и не показывать слез, которые они чувствуют. Ведь быть женой – значит быть опорой, надеждой и верой. «Прежде всего, это вера и стойкость. Говорят, что мы слабый пол, не верьте. Мы очень сильный, замечательный, красивый пол, поддерживающий наших мужчин. Поэтому прежде всего мы должны обеспечить спокойную службу нашим мужьям. Мы должны здесь все вести в порядке, поддерживать друг друга и ни в коем случае не грустить, верить, что все будет хорошо». Жанна Тарасова, Денис Александрович, Сев, Информбюро. 11 марта в музее-заповеднике Херсонес-Таврический провели экскурсию для волонтеров из Запорожской области. 32 участника движения «Юг молодой» посетили Севастополь в качестве поощрения за свою деятельность. Херсонес стал конечной точкой путешествия. «Юг молодой» – волонтерская организация, которая работает в Запорожской области около 8 месяцев. Это движение объединило активных людей в возрасте от 14 до 35 лет. Основная деятельность добровольцев связана с патриотическим воспитанием и поддержкой населения новых территорий. «Юг молодой» – это одна из первых ступенек для молодежи, которая может включиться в общественное движение, поднять патриотический дух, культурный дух. И это то место общения активной, образцовой молодежи, можно так даже сказать. Ну, это объединяющее звено такое. В Севастополь приехали лучшие из лучших. По словам представителей Министерства по молодежной политике Запорожской области, гостями нашего города стали 32 самых активных участника движения в возрасте от 17 до 32 лет. За время существования организации эти ребята занимались распространением информации, организации событий патриотического направления, поддерживали местное население. Для того, чтобы как-то поощрить ребят, и актив, и лидеры Запорожской области, было принято решение привести, показать ребятам, для того, чтобы они взяли что-то, подчеркнули интересное из Севастополя, из Симферополя, и из тех мест, где мы сегодня побывали. Они немножко перегрузились, набрались вдохновения, потому что настолько здесь все пропитано каким-то духом, каким-то, ну, вообще это очень исторически ценные города. Херсонес – одно из важнейших мест в истории Древней Руси. Именно здесь прошло крещение князя Владимира. Многое напоминает и о присутствии на этих берегах греков и римлян. Уже почти год в музее-заповеднике организовывают экскурсии для жителей новых территорий. По словам сотрудников учреждения, в основном приезжают школьники и студенты. Мы сотрудничаем со штабом «Мы вместе». Это волонтерский штаб. Он находится в городе Севастополе. Как правило, там оставляют свою заявку, они нам ее присылают. И мы знаем точное количество человек, с кем мы держим связь. И таким образом проводится экскурсия на безвозмездной основе. Также те, кто хочет отдельно посетить экскурсию, но при этом не сотрудничать со штабом «Мы вместе», в основном они присылают нам официальное письмо на имя директора. И, конечно, всех этих людей мы принимаем бесплатно. Всего за 2022 год музей-заповедник на безвозмездной основе посетило более тысячи человек. В этом году группа волонтеров из Запорожской области стала первыми посетителями античного города из новых территорий. Для них провели обзорную экскурсию «Херсонес. Музей под открытым небом». Начинаем мы с портового района, с оборонительных стен. Затем мы узнаем и об истории античного театра. Посетим главную площадь Херсонеса. Завершится наша экскурсия у визитной карточки у базилики 1935 года. Многие ребята в Севастополе впервые. Город у моря оставил у них исключительно положительные эмоции. Во время экскурсии в Херсонесе активисты признались, что благодаря этой поездке узнали много нового. У нас культурная такая поездка, то есть ознакомление с городом Севастополь. Вчера мы были в театре имени Уначарского. Сегодня ездили в парк Тайган, ну а сейчас находимся в Херсонесе. От экскурсии я хочу получить новые впечатления, познакомиться с историей древнего города и узнать что-то новое. Волонтеры говорят, что надеются вернуться в Севастополь еще раз и посетить больше исторических и памятных мест. Это была их первая, как они сами говорят, пробная поездка. Теперь они знают, как все организовать и собираются периодически приезжать в Крым. Жанна Тарасова, Марина Шумейко, Юрий Риутин, Севинформбюро. В аэрокосмическом центре IT-куб Гагарин прошел открытый цифровой урок по радиопланированию и устройству мобильной связи. Его провели сотрудники телекоммуникационной компании «Миранда Медиа» в рамках образовательной инициативы. На уроке присутствовали ученики 9-11 классов, которые научились работать с комплексом радиопланирования. Инженер мобильной сети – это профессия, которая появилась недавно, но уже крайне востребована в сфере IT-коммуникации. В нашем городе специалистов в области построения систем сотовой связи не так уж и много. Познать эту профессию чаще удается на практике через реализацию проектов по радиопланированию. Профессия инженер мобильной сети достаточно новая и практически не обучаемая в университетах страны за счет своей новизны. Поэтому цель создания этого проекта нашей компании прежде всего просветительское и профобучение. То есть наша задача – рассказать детям, заинтересовать их, и, возможно, это станет выбором их жизни. В IT-клубе 10 марта прошла ознакомительная лекция для школьников 9-10 и 11 классов. Ребята узнали чуть больше о радиопланировании, о том, как устроена мобильная связь и что такое базовые станции. У каждого ребенка есть в кармане телефон, но все телефоны абсолютно разные. И хотелось бы поподробнее детям рассказать, как они работают, как это устроено, чтобы у них было понимание. Для базовых навыков, для базовых знаний я адаптировал материал, дети его должны будут воспринять. А для более углубленного изучения, конечно же, хорошо работать с детками, которые уже… Не детками, а студентами, которые имеют какие-то понятия в физике. Подобные лекции будут проходить и в других образовательных учреждениях, где делают упор на изучение IT-сферы. Мария Легина, Севенфорумбюро. До 200 бездомных граждан смогут восстановить свои документы в Севастополе в текущем году. Как сообщает интернет-портал «Форпост», соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок. В интересах государственного казенного учреждения «Севастопольский городской комплексный центр социального обслуживания». Согласно документации, до 29 декабря на фотографирование и изготовление фотографий на документы для граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, выделено 70 тысяч рублей. По данным «Форпост», всего будет изготовлено 800 снимков, по несколько для каждого обратившегося. На данный момент на учете в комплексном центре социального обслуживания состоят 120 лиц без определенного места жительства. Напомним, затраты на восстановление документов людям, находящимся в сложной жизненной ситуации, бюджет компенсируют с 2021 года. До этого времени деньги на эти цели приходилось искать через благотворительные организации и волонтеров. Специалисты отмечают, что часто обратившихся нет вообще никаких документов. В центре соцобслуживания им составляют биографии, а затем делают запросы в различные государственные органы и учреждения, чтобы определить наличие у человека гражданства России и другой важной информации. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю во взаимодействии с пограничным управлением службы задержали 39-летнего гражданина Украины. Его считают активным участником незаконного вооруженного формирования. Установлено, что в 2016 году мужчина добровольно вступил в функционирующие на территории соседнего государства и запрещенное в России вооруженное формирование крымско-татарский добровольческий батальон имени Намана Чилибиджихана и принимал участие в его деятельности. За семь лет подозреваемый не прекратил сотрудничество с боевиками, хотя и имел такую возможность. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по чести 2 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему грозит наказание до 15 лет лишения свободы. Двоих браконьеров задержали в Севастополе. Злоумышленники застрелили дикого кабана в лесу государственного природного ландшафтного заказника регионального значения Байдарский. О происшествии сообщили в пресс-службе управления МВД России по Севастополю. Нарушителями закона оказались местные жители 53 и 45 лет. У одного из них был собственный зарегистрированный охотничий карабин, а также приборы ночного видения и бесшумной стрельбы. Мужчины ночью выследили и застрелили кабана. Разделали тушу на месте преступления и скрылись. Сотрудники регионального управления уголовного розыска при силовой поддержке ОМОН «Беркут-С» Росгвардии задержали браконьеров по горячим следам. В автомобиле подозреваемых обнаружили оружие и добычу. Своими противоправными действиями мужчины причинили Государственному охотничьему фонду России материальный ущерб на сумму 30 тысяч рублей. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за незаконную охоту. Им грозит до пяти лет лишения свободы. В Севастополе в шестой раз состоялось первенство Гагаринского района под дзюдо. Традиционно соревнования приурочили к очередной годовщине русской весны. 170 дзюдоистов встретились на татаме 11 марта в спортивном комплексе «Муссон». На вопрос «главная победа или участие» юные дзюдоисты отвечают по-разному. Кто-то планирует стать выдающимся спортсменом и выйти на мировой уровень, а другие рассматривают турнир как еще один шанс проверить свои силы. Объединяет ребят одно – для всех дзюдо – не просто развлечение. Стефания пришла в спорт год назад и уверена, что в будущем свяжет с ним свою карьеру, станет тренером. С первой встречи я выиграла, это было сложно. Вторую встречу я тоже выиграла и считайте у меня первое место. Первое место – это не так уж и обязательно, потому что главное то, что ты поборолся, главное, что ты смог. В этом году на татаме вышли 170 спортсменов. Дзюдоистов делят на категории в зависимости от возраста, веса и пола, где разворачиваются схватки за звание победителя. Первенство Гагаринского района состоялось в шестой раз и традиционно посвящено годовщине воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. Это дети 2011-2012 годов рождения. На тот период времени им было два-три годика. И, конечно же, они ту историю, то, что происходило в те дни, знаменательные для Севастополя, конечно, они об этом не помнят. И мы, нами было принято решение шесть лет назад нашим детям в обязательном порядке говорить о нашей истории. На торжественном открытии с приветственным словом выступили почетные гости. Отдал старт первенству Антон Брачев, чемпион России и призер чемпионата мира, воспитанник Севастопольской школы самбо и дзюдо. Спортсмен рассказывает, что по массовости и организации соревнования близки к уровню всероссийских турниров. Это очень много талантливой молодежи. Я думаю, очень скоро у нас будут серьезные результаты на российской и на международной арене. По ходу своей профессиональной деятельности спортсмена посещают огромное количество семинаров, мастер-классов, сборов в разных командах, в разных странах. И по приезду домой всегда стараюсь встретиться с ребятами и передать накопленный опыт, чтобы они были в тренде. На ежегодных соревнованиях севастопольские дзюдоисты встречаются и со спортсменами из разных городов Крыма. Мы приехали из Луч, что занимаюсь год, у три у Алан Юрьевича. Сейчас у вас соревнования, а какие у вас успехи? Я три схватки выиграл и одну проиграл. По итогам соревнований определится состав символической сборной Севастополя под дзюдо среди спортсменов 2011-2012 годов рождения. Победители и призеры получат памятные награды. Валерия Солдатенкова, Денис Александрович, Севинформбюро. И в завершение выпуска о погоде. По информации Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 14 марта во вторник в городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 1 до плюс 1 градусов тепла. Днем от 8 до 10 градусов тепла. За минувшие сутки в Севастополе на свет появились 8 детей, двое мальчиков и 6 девочек. А на сегодня это все. Телефон редакции городской 59 00 60, а также мобильный, плюс 7 978 931 31. Уточники информации или оставить свою вы можете на нашем сайте ntsdfistv.com. Ждите новостей. До встречи.